МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашем выпуске вы увидите... Ворота города. Глава округа осмотрел привокзальную площадь в Голицыне. Сделано в Одинцове. Андрей Иванов провел выездное совещание по развитию Одинцовского технопарка. Отчеты и выборы. В администрации муниципалитета прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия». Лето в школе. Лагеря, образованные на базе учебных учреждений округа, проходят финальные проверки перед тем, как открыться для ребят. Военные оркестры в парках. У главного храма Вооруженных сил России музыкальные коллективы исполнили песни советских лет. Футбольный матч. О результатах состязания двух команд на Центральном стадионе расскажем в нашем репортаже. 24 мая 1949 года на полигоне Капустин-Яр состоялся первый полет геофизической ракеты, построенной под руководством Сергея Королева на высоту 100 километров. В головную ее часть поместили контейнеры с измерительными приборами весом по 80 килограмм каждый. И во время полета взяли пробы воздуха для изучения химического состава атмосферы, а также измерили давление. Это событие положило начало регулярным научным исследованиям верхних слоев атмосферы. Чем еще запомнился сегодняшний день в истории, смотрим в нашей рубрике. 24 мая 1900 года в Петербурге впервые спустили на воду крейсер «Аврора». В мероприятии участвовал личный император Николай II. Крейсер получил свое имя от фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны обеспечил успешную оборону города Петропавловска. Новый крейсер вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году и участвовал во множестве сражений. А спустя 45 лет, в 1948 году, легендарный крейсер поставили на вечную стоянку в Санкт-Петербурге. До середины XIX века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, Европой и колониями, оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы. 24 мая 1844 года началась новая эра сообщения. Телеграфом Морзе отправили первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор. Отправил ее сам изобретатель Сэмюэл Морзе. 24 мая ежегодно во многих странах отмечают День славянской письменности и культуры. Сегодня прославляют ее создателей – святых Кирилла и Мефодия. Они были православными монахами и в греческом монастыре создали славянскую азбуку. Также сегодня отмечают Европейский день парков и День кадровика в России. 24 мая 1940 года родился русский и американский поэт, драматург, нобелевский лауреат Иосиф Бродский. В советские годы застоя поэта изгнали из страны, но он состоялся в Америке. В 1987 году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Также в числе именинников сегодня еще один нобелевский лауреат – советский писатель Михаил Шолохов. И советская и молдавская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Светлана Тома. Здание железнодорожного вокзала в Голицыне – уникальный исторический объект, построенный к столетию Отечественной войны 1812 года. Некогда повод для гордости сегодня вызывает много нареканий со стороны местных жителей. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, на встречу с инициативной группой приехал глава округа Андрей Иванов. Репортаж Елены Краевой. В век модернизации и повышения уровня комфорта жизни встречаются места, где не спешат идти в ногу со временем. Так, привокзальная площадь железнодорожного вокзала в Голицыне стала поводом для беспокойства местных жителей и гостей города. Глава округа Андрей Иванов приехал на место, встретился с инициативной группой и задал вопросы ответственным лицам. У вас как выстроена эта работа? Кто отвечает, давать, не давать эту землю? Давать, не давать. Если давать, то что делать? Где регламент по самой палатке, какого она должна быть, вида, качества? Железнодорожный вокзал Голицына – уникальный исторический объект – ворота города. Через него ежедневно проходят сотни людей. Однако в последнее время привокзальную площадь и подход к перрону заполонили торговые ряды. Здесь всё выдвигается, и проход буквально два метра. Поэтому сегодня всё так, скажем, приготовили для вас специально, но по факту здесь по-другому. Кроме того, жители просят построить подземный переход. Больше всего в нём нуждаются возрастные и маломобильные граждане. Советская поликлиника из Свердлово. Вот я сейчас... Конечно, мы говорили до Косылялы. Пока перейдёшь, это с ума сойти можно. Нам нужен подземный переход. Территория железнодорожного вокзала принадлежит РЖД. Однако забота о гражданах – общая задача. Глава округа сказал, что возьмёт эту ситуацию под особый контроль. Здесь, соответственно, просить и транспортную прокуратуру, и прокуратуру, чтобы на все эти вещи реагировать. И вот по РЖД у нас... Мы понимаем, что мириться с этим нельзя. Елена Краева, телекомпания Одинцова. Высокотехнологичное изделие с надписью «Сделано в Одинцовском округе» – повод для гордости и дальнейших перспектив. Глава округа Андрей Иванов провёл выездное совещание по развитию территории и производственных мощностей Одинцовского технопарка. С подробностями наш корреспондент. Изделия из листовой нержавеющей стали, трансформаторы сухого типа, инжиниринговые системы. Эту и другую высокотехнологичную продукцию выпускают на территории Одинцовского технопарка. Проект Одинцовского технопарка начали в 2019 году. Новые владельцы выкупили промышленную площадку с торгов. Это были два обанкротившихся завода – Одинцовский машиностроительный и Калибровский. За время банкротства помещение пришло в упадок, поэтому пришлось провести масштабную реконструкцию. Российский аналог западному производству с надписью «Сделано в Одинцовском округе. Повод для настоящей гордости». «Вы делаете трансформаторы?» «Да. Мы очень узкая линейка продукции. У нас только трансформаторы и только сухие трансформаторы». «Без масла, да?» «Без масла». «Без масла, да?» «Без масла, да?» «Без масла, да?» «Это все, что связано с пожаробезопасностью и с экологией. То есть это металлургия, это нефтянка, это соцкульбит, это стадионы». Предприниматели высоко оценивают преимущества работы – логистику, складские возможности, производственные пространства. «Наша задача, как управляющая компания, обеспечить их теплом, светом, возможностью разместить персонал, а их производить». Сотрудничество с технопарком для производственных предприятий является своеобразным гарантом безопасности, роста и увеличения прибыли. «Если он подтверждает свой статус технопарка, значит, у него, во-первых, есть возможность обеспечить производство, но, во-вторых, люди, которые с ним подписали соглашение о резиденции, они имеют как раз право работать уже с федеральной, с региональной или муниципальной поддержкой». «Сегодня Одинцовский технопарк занимает 20 тысяч квадратных метров. Здесь базируются производственные площадки более 10 компаний-резидентов. Они производят импортозамещающую продукцию мирового уровня по ценам российских производителей. В планах руководителей построить дополнительное здание на 7 тысяч квадратных метров и увеличить мощности, что позволит создать 300 новых рабочих мест». В региональном этапе всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» представители Подмосковья удостоились 17 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых наград. Мероприятие провели 21 мая. На нем выступили 479 спортсменов из разных регионов России в 20 возрастных группах – от юношей до ветеранов. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С начала года в Подмосковье почти 700 региональных предприятий получили статус социального предпринимателя. Подать заявку на его получение можно в электронном виде на портале РПГУ. Когда ее одобрят, сведения автоматически внесут в электронный реестр. Для предпринимателей предусмотрены специальные гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Полученные средства компания может направить на ремонт, аренду, оплату коммунальных услуг и другие цели. За три весенних месяца в подмосковную службу 112 поступил 1 миллион звонков, которые требовали реагирования экстренных служб. Среди них 800 тысяч вызовов в скорую помощь, 250 тысяч в полицию и более 45 тысяч в пожарную охрану. В работе системы 112 задействовано порядка 4 тысяч специалистов, которые помогут вызвать все необходимые экстренные службы круглосуточно. В Подмосковье реализуют масштабную программу ремонта медицинских организаций, стационаров, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, а также объектов скорой помощи. В процессе модернизации в работу внедрят современные сервисы, закупят новое оборудование, откроют новые подстанции и отремонтируют действующие объекты. За два года уже отремонтировали 47 подстанций скорой помощи, постов и гаражей на сумму почти 600 миллионов рублей. А в этом году планируют привести в порядок еще 12 объектов. На эти цели направлено 143 миллиона. И вновь к новостям округа. Четвертая отчетно-выборная конференция Одинцовского отделения «Единой России» прошла в актовом зале окружной администрации. Секретарь местного отделения Андрей Иванов рассказал о проделанной работе и вручил удостоверение новым членам партии. Затем делегаты провели тайное голосование по изменению состава полицовета местного отделения. Материал Полины Баховой. К этому событию Мария Ежова шла давно. Ее приняли в ряды членов «Единой России» и торжественно вручили удостоверение. С 16-го года она стала сторонником партии и всегда занимала активную жизненную позицию. Это наша сильная сторона, что касается меня, потому что и коллективы мои молодые, активные, и дети в школе активное участие принимают в волонтерстве. То есть и я как пример. Всего в нашем округе 179 первичных отделений партии, которые располагаются на 173 участках. С отчетом о проделанной работе партии в муниципалитете выступил секретарь местного отделения Андрей Иванов. Работа с населением – одна из главных составляющих партийной деятельности. Вопросы поступают во всех сферах. ЖКХ и благоустройство – это 35% от общего количества приемов и обращений. Социальное обеспечение – 15%, образование, спорт и культура – 15%, транспорт и дороги – порядка 10%, здравоохранение – 5% и на остальное порядка 20%. 69% из этих обращений решено положительно. Сейчас «Единороссы» продолжат отвечать на запросы избирателей в ходе личных встреч и контролировать ход выполнения наказов. В округе успешно реализуются 13 федеральных, один региональный и два муниципальных партийных проекта. В этом году приведено более 200 масштабных мероприятий. Одинцовские депутаты «Единороссы» активно участвуют в патриотических, культурно-массовых и спортивных событиях. Проводят работу в рамках поддержки СВО. «Доказание помощи и сопровождение семьи мобилизованных. Встреча с жителями по разъяснению вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. Помощь в организации коммунитарных миссий». В завершении конференции делегаты, всего 186 человек, провели тайное голосование, итогом которого стало изменение состава политического совета местного отделения партии. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В этом году в округе увеличилось количество школьных лагерей. Теперь еще больше обучающихся льготной категории смогут воспользоваться услугой. Сейчас в учреждениях проходят финальные проверки, и уже 1 июня лагеря откроют двери для ребят. В продолжение темы – сюжет нашего корреспондента. Доброе кафе в Захаровской школе уже готово продолжить работу летом и кормить детей из лагеря, организованного на базе учебного учреждения вкусной едой. С 1 июня сюда станут ходить 45 человек. Здесь же будут питаться и ребята из лагеря «Юный пушкинист», который будет располагаться в здании Захаровского ДК. Пока организации проходят проверку. «Комиссия очень серьезная, где по чек-листу проверяется готовность дневного прибивания лагеря. Ну и параллельно мы смотрим, если будут открыты трудовые лагеря, они будут открыты. Порядка двух тысяч ребят будут в этих лагерях. Это большое подспорье для родителей, которые спокойно будут находиться дома, потому что дети будут заняты». Здесь им точно скучать не придется. В распоряжении ребят будут классы для отдыха, игровые комнаты, спортзал. Они смогут совершать прогулки по Захаровскому парку и участвовать в различных активностях. «Досуг у нас очень интересный. Здесь у нас давным-давно работают спортивные секции греко-римской борьбы. Поэтому в лагере два учителя физической культуры. Это спортивные мероприятия, это конкурсы». Попасть на смену смогут все желающие. В приоритете ребята из малообеспеченных семей и дети участников СВО. Для родителей такой отдых решает сразу несколько задач. Школьники будут не только под присмотром, но и заняты полезными делами. «Прежде всего, социум, досуговое, культурное, спортивное мероприятие. Дети девять месяцев рядышком находятся, и потом есть какое-то продолжение. Ведь вот эти вот 21 день побыть вместе друг с другом, не расставаясь. Идея прекрасная. Я ее как родители, от лица родительского фонда, побольше». В этих лагерях все нормативы по работе соблюдены. Учреждения готовы принимать юных воспитанников. Всего в нашем округе «Свои двери для детей в летний период» откроют 35 пришкольных лагерей, которые примут порядка двух тысяч ребят. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». А теперь о новостях Москвы. Общегородскую акцию «Ночь музеев» в этом году посетили 677 тысяч человек, как очно, так и онлайн. А трансляции из музеев набрали 459 тысяч просмотров. В Москве акция проходит с 2007 года. Что еще интересного происходит в столице, узнаем прямо сейчас из нашей рубрики. В Москве в первом квартале этого года выросло производство продуктов питания. Производство хлеба недлительного хранения удалось нарастить на 10% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Столичные компании также стали изготавливать больше колбасных, мясных изделий и субпродуктов. Вся продукция отличается высоким качеством. Ее реализуют в Москве и других регионах России, а также за рубежом. Более 3000 студентов из 80 вузов приняли участие в 8-м открытом фестивале «Московская студенческая весна». Молодые люди продемонстрировали свои таланты в 52 коллективных и сольных номинациях по 10 направлениям. Среди них хореография, вокал и театральное искусство. В этом году впервые провели внутривузовские и окружные этапы конкурса. Самым активным оказался Центральный административный округ столицы. На платформе «Город идеи» начался проект, посвященный развитию сайта «Мосприроды». В рамках первого этапа, который продлится с 23 по 25 мая, участники могут предложить идеи по трем направлениям – наполнение сайта, новые разделы и дополнительное информирование. Сейчас на официальном сайте «Мосприроды» можно узнать об экологических мероприятиях и природных объектах столицы, подобрать интересный маршрут для прогулок или записаться на квесты, мастер-классы, экскурсии и лекции, посвященные флоре и фауне. Далее в программе. Военные оркестры в парках. У главного храма Вооруженных сил России музыкальные коллективы исполнили песни советских лет. Футбольный матч. О результатах состязания двух команд на Центральном стадионе в Одинцове расскажем в нашем репортаже. Я бегу, ребенку помогу. Традиционный благотворительный забег состоялся на Центральном стадионе в Одинцове. У главного храма Вооруженных сил России три музыкальных коллектива исполнили всеми любимые военные песни советских лет. Здесь стартовал седьмой сезон программы «Военные оркестры в парках». Мероприятие организовали в рамках фестиваля «Спасская башня». «Катюша», «Синий платочек», «День Победы» и другие до боли знакомые и любимые всеми россиянами песни в исполнении военных оркестров звучали проникновенно и торжественно. Звуки барабанов, труп, валторн и кларнетов раздавались в каждом уголке парка «Патриот». На ежегодном фестивале у главного храма Вооруженных сил России выступили военный образцовый оркестр почетного караула, военный оркестр 154-го комендантского преображенского полка, а также оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Концерты с участием духовых военных коллективов в местах отдыха стали уже доброй традицией. Седьмой год программа «Военная оркестр в парках», которая появилась благодаря дирекции международного фестиваля «Спасская башня», она открывается здесь. Второй год подряд. Спасибо вам, нашим зрителям, которые приходят на эту программу. Мы рады видеть вас, мы рады слышать ваши аплодисменты. Послушать звуки марша на Соборной площади собрались сотни зрителей. Многие приехали из Москвы и других подмосковных округов. Подпевали хором, слова на известной мелодии ложились сами собой. Песни о войне всегда будут напоминать нам, какой героический подвиг совершил советский народ в борьбе с фашизмом. Они и сегодня являются духовным ориентиром для подрастающего поколения. Действительно хочется подпевать. Вы знаете, эти песни, они как классика, незабываемые и на все века. Наверное, эти песни знают все. Мы выросли на них. И дети наши знают, и внуки. Я смотрю, многие дети тоже подпевают. Гости Одинцовского округа помимо концерта смогли посетить и другие объекты парка. Особо сильное впечатление на отдыхающих произвел музейный комплекс «Дорога памяти», где собраны истории и фотографии героев Великой Отечественной войны. В течение всего летнего сезона военные оркестры будут выступать в парках и скверах Москвы и Подмосковья. Узнать о предстоящих концертах можно на сайте музыкального проекта «Спаская башня». Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». В Одинцове прошел футбольный матч между командами «Тулдротс» и «Броукбойс», которые представляют город в медиалиге. На центральный стадион поддержать команды пришли более 2,5 тысяч болельщиков, в том числе и наша съемочная группа. Репортаж Екатерина Крамор. Никита внимательно наблюдает за футбольной игрой, ведь на поле его команда сражается с серьезным противником. На центральном стадионе «Одинцова» сошлись «Тулдротс» и «Броукбойс», которые представляют город в медиалиге. У нас тренером был быстрый тренировочный план, которого все, конечно же, придерживались. Каждый день все приходили, старались, наигрывали связи, пробовали разные варианты. И вот сейчас пытаемся воплотить это в игру. Игроки из «Броукбойс» в этом году уже успели показать достойные результаты на турнире в Казахстане. В этот раз им предстоит победить двукратного чемпиона медиалиги, команду, которая обыграла основной состав премьер-лиги ЦСКА. Главное мое ожидание было тем, много ли придет жителей «Одинцова» в том числе на игру. Ну, вы сами видите. И мне кажется, это очередной довод, что «Броуки» должны играть в Кубке России и принимать матчи в «Одинцове». Ожидание дважды оправдалось. На трибунах более двух с половиной тысяч зрителей, преданные фанаты. А у команды «Броукбойс» заслуженная победа. 2-1 и первое место в группе. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Россияне стали чаще покупать электросамокаты. По итогам первого квартала этого года продажи выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, по прогнозам специалистов, продажи самокатов рухнут уже в 2024 году, после того, как водители начнут получать штрафы в связи с введением ПДД для владельцев таких устройств. Другие новости России. Смотрим далее. С 24 по 28 мая в Грозном пройдут первые в России международные соревнования по спортивному программированию «Код мира». Именно в нашей стране впервые официально признали эту деятельность как вид спорта. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. Призовой фонд составит 3,5 миллиона рублей. С 1 июля в России должна заработать единая электронная виза. Она существенно упростит получение разрешения на посещение России и откроет доступ не только к групповым, но и индивидуальным поездкам. В каршеринге появились туры по городам России. К началу отпускного сезона из Москвы можно будет поехать в Самару, Ростов-на-Дону и Казань. В Самаре разработали новую программу для управления спутниками освоения Луны. Это может быть полезно для создания на Луне спутниковых систем связи, навигации и мониторинга. Разработка позволит управлять движением спутников в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между орбитами. И вновь к новостям нашего округа. На Центральном стадионе в Одинцове прошел забег «Я бегу, ребенку помогу». В благотворительной акции приняли участие жители округа, в том числе семьи ребят с ограниченными возможностями здоровья. Екатерина Крамер с места событий. На Центральном стадионе Одинцова местные жители разных возрастов приняли участие в благотворительном забеге «Я бегу, ребенку помогу». Даже несмотря на дождливую погоду. На старте участников поприветствовали активисты Одинцовского отделения «Единой России». Я желаю, чтобы сегодняшняя погода никого не остановила и всем принесла удачу и победу. Вы большие молодцы и очередной раз вы закажете в этом. Акцию организовала общественная организация «Мир детям» и поддержала администрация округа. Многие уже не в первый раз участвуют в забеге. Да, это действительно для нас традиция. Вот мы шестой год бегаем и бегаем все вместе. В этом году, кстати, первый раз пробежала такую дистанцию старшая дочь. У нас получится помочь детям, это самое главное. У нас пройдет забег и вообще это замечательный смитный праздник. В забеге также участвовали семьи ребят с ограниченными возможностями здоровья. В программе были мастер-классы и благотворительная ярмарка. По традиции, все вырученные средства пойдут на благотворительность. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». На Эвересте на высоте 4000 метров китайские исследователи обнаружили останки двух морских хищников – гималайозавров. Возраст их оказался более 215 миллионов лет. У них длинные пасти и острые зубы. Это говорит об их охотничьих навыках. Длина тела около 10 метров. Исследователи утверждают, что скелеты этих морских животных попали на вершину Эвереста вследствие древних геологических процессов. О других новостях мира в нашей рубрике. В Индии строят самый высокий железнодорожный мост в мире. Сооружение высотой 359 метров превзойдет по высоте Эйфелеву башню на 29 метров. Он будет называться Ченап в честь реки, через которую его и перебросили. Раньше единственным наземным маршрутом было извилистое 300-километровое шоссе. Зимой эту дорогу часто закрывают, в остальное время здесь постоянно происходят ДТП. Строительство моста планируют завершить к январю 2024 года. Вторая экспедиция доставила туристов на МКС. Чартерный рейс прибыл в орбитальную лабораторию меньше чем через 16 часов после взлета из Флориды. В роли командира космического корабля в этот раз выступила бывший астронавт НАСА. А в качестве туристов богатый инвестор и два гражданина Саудовской Аравии, которые решили осуществить свою давнюю мечту – побывать в космосе. Сегодня их мечта сбылась, и они стали участниками уникального космического путешествия. Четверо гостей проведут там чуть больше недели, а затем вернутся на Землю в своей капсуле. Американский актер «Кумир миллионов» вернулся на большой экран. 76-й Каннский кинофестиваль открылся исторической драмой Жанна Дюбарри. Главную мужскую роль в ленте исполнил Джонни Депп, который стал долгожданным гостем на красной ковровой дорожке. Роль короля Франции Людовика XV – первая работа Деппа после развода с бывшей супругой Эмбер Хёрд. Судебные разбирательства негативно повлияли на карьеру артиста, и некоторые голливудские студии отказались с ним сотрудничать. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла, ночью около плюс 14. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%, а геомагнитное поле слабо возмущенное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в нашем информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно ознакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. С вами были Наталья Гончарова и Полина Толмачева. Всего вам самого доброго, удачного дня, рабочего и, естественно, хорошего вечера. Ну а мы увидимся с вами завтра на этом же месте в это же время. Пока! До свидания!